Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире Формула права, с вами я, Анастасия Брайчева. И сразу анонсирую тему, которую обсуждаем сегодня, дела семейные, часть вторая, хотя мне кажется, что это уже должна быть пятая часть, потому что вопросов из семейного права очень много, огромное множество, и касаются они и заключения брака, и, соответственно, развода, алимента, все, что связано с детьми, с местом проживания детей, даже с правами, обязанностями взаимными в отношении бабушек, дедушек и бывших супругов, вопросов реально очень много, обсуждаем все их сегодня, и обсуждая сегодня эти вопросы вместе с моим партнером, коллегой Аллой Еминской, адвокатом Московской городской коллегии адвокатов. Алла, доброе утро. Доброе утро. Итак, сразу скажу, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, по этому телефону можно позвонить, рассказать вашу историю, задать ваш вопрос, мы находимся в прямом эфире, еще раз напомню, что обсуждаем мы сегодня семейные права и все, что с этим связано, либо также вопрос, комментарий, мнение можно написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права». Ну а, собственно говоря, вопрос у меня к тебе первый, а чаще всего из области семейного права, какие дела у тебя попадаются? Ну, как правило, самые распространенные дела – это связанные с расторжением брака, с расторжением брака, разделом имущества. И в последнее время все больше появляется споров, которые связаны с детьми, то есть с определением места жительства детей, с… Часто, кстати, они вместе с расторжением брака идут, эти вопросы. Ну, если заявляются, то, безусловно, они идут вместе и рассматриваются вместе, правда, в этих случаях обязательно необходимо привлечь орган опеки и попечительства, который дает свое заключение по данным вопросам, связанным с детьми. Но, тем не менее, почему-то вот в последнее время действительно увеличилось количество дел, связанных с детьми. И вот, ну, на мой взгляд, большинство из этих дел связаны с желанием одного из супругов получить что-то по разделу совместного имущества, какие-то конкретные… Что-то материальное завязать на чувство к ребенку. Да, что-то материальное, да, взамен торгуясь на чувствах второго родителя к ребенку. То есть манипуляция определенного образца. Это манипуляция, да, манипуляция вторым супругом для того, чтобы получить какую-то материальную выгоду. И, в общем, конечно, это неправильно и не должно быть так, но, тем не менее, наше законодательство, оно таково, что позволяет это делать. Ну, а куда денешься в данной ситуации? Алла, извини, что перебила тебя, но получается, что если у нас один из супругов… Я сейчас специально умышленно не говорю, кто это бывшая супруга или муж или жена, но, собственно говоря, один из супругов не дает видеться с ребенком. Ну, вообще не дает. Неважно почему, потому что хочет… Побольше алименты получить… Побольше алименты, либо хочет квартиру, либо хочет машину, либо это обида. Но, тем не менее, все равно наше законодательство… А куда идти? Только в суд. Эмоциональные чувства родителей, бывших супругов не прописывает. И посему супруги имеют право обратиться в суд с исками, которые предусмотрены Семейным кодексом. И этих исков с каждым годом становится все больше и больше. И, безусловно, суды, в общем, решают эти вопросы с участием органов опеки и попечительства. Я на двух моментах хотела остановиться. Не всегда, на мой взгляд, правильно. Я на двух моментах хотела остановиться. Но, первое, как раз к тому, что ты сейчас говорила. К сожалению, наверное, у нас нет никакой ответственности для тех родителей, которые безосновательно, исходя из интересов ребенка, запрещают видеться и ограничивают в правах видеться другого родителя, исполнять свои права. Потому что это, в общем, негативно, как правило, сказывается и на детях. А второй момент, который мне хотелось бы сразу озвучить, не переходя к судебным делам, а все-таки тем супругам, которые готовы искать компромиссы, готовы добровольно решать вопрос, не обязательно идти в суд. Есть, существуют формы в отношении любого практически вопроса, который возникает в Семейном праве. И возможность юридически правильно, грамотно оформить соглашение. Это может быть и соглашение о разделе совместно нажитого имущества. И сразу скажу, что данное соглашение не обязательно даже у нотариуса оформлять. Это соглашение на сегодняшний день может быть, условно, письменно, ручкой на листочке, на коленке написано. Я никоим образом не призываю к такой форме оформлять соглашение, особенно если есть что делить. Но, тем не менее, это соглашение может быть заключено, как и любой другой договор, соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Такое соглашение может быть заключено как в период брака, для этого не обязательно брак расторгать, в принципе, кстати, и в суд пойти можно. Так же, как и делить имущество не обязательно, можно до расторжения брака, можно во время расторжения брака, а можно в течение трех лет после расторжения брака. Есть еще, соответственно, соглашение, которое связано с детьми в данной ситуации, это соглашение, которому стороны супруги или бывшие супруги, здесь, кстати, тоже не важно, находятся они в браке или не находятся, важно, совместно ли они проживают или нет. Соответственно, если есть один из родителей, и даже, кстати, неважно вообще, супруги ли были когда-нибудь, потому что, когда мы говорим о взаимоотношениях родителей и детей, нам только важно это, и совершенно неважно, стояли ли родители в браке. Тем не менее, если родители проживают, или один из родителей проживает отдельно от ребенка, то они могут между собой также заключить соглашения, связанные именно с тем, что они проживают раздельно. Во-первых, определить, с кем живет ребенок, то есть определение места жительства ребенка. Во-вторых, второй родитель, каким образом он осуществляет свои родительские права, сюда может быть прописано, и как часто он видится. Это, кстати, можно прописать очень подробно. Действительно, там первый понедельник третьего месяца, я не знаю, пятого года, условно говоря. Там первые, третьи каникулы зимние, там месяц летних каникул. Время, в чьем присутствии, потому что в зависимости от возраста ребенка и вообще ситуации, в том числе психологической ситуации, может быть, в каких-то моментах понадобится, чтобы это производилось в присутствии даже иногда бывает педагога или психолога, и бывает, что это в присутствии другого родителя. Бывает, наоборот, стороны четко оговаривают, что родитель, который не живет с ребенком, встречается с ребенком в отсутствии другого родителя и так далее. То есть вот это все подробнейшим образом можно в таком соглашении прописать. Ну и, естественно, прописать все договоренности сторон по поводу содержания ребенка. Здесь речь идет и об алиментах, и о дополнительных расходах. То есть вот это все можно прописать, но для наших слушателей хотела важный момент сказать, если в отношении имущества можно не идти к нотариусу, то как только вопрос у нас касается детей, нотариальное удостоверение обязательно, иначе бумажка, которая написана будет без такого удостоверения, она просто не будет иметь никакой силы. Ну и соглашение об алиментах тоже самое. Почему, наверное, с этого мы начали? Потому что я всегда стараюсь, и я знаю, что Алла тоже, клиентов, людей, которые к нам обращаются с этими вопросами, и наших радиослушателей, разумеется, тоже, сподвигнуть, что если есть хоть малейший шанс, малейшая возможность к тому, чтобы договориться добровольно, это нужно делать. Потому что это, прежде всего, это в интересах детей, которые невольно становятся заложниками споров родителей, судебных споров родителей, и родитель, который проживает совместно с ребенком и имеет больший доступ к ребенку, он рассказывает и пересказывает все, что было на судах, все подробности, причем с той окраской, которая ему выгодна для того, чтобы ребенок каким-то образом стал на сторону того родителя, который ему это все рассказывает, и, безусловно, все это влияет на психику ребенка, на дальнейшую его жизнь, поэтому я предлагаю относиться бережно к нашим детям, их любить и стараться их не втягивать в эти истории и споры, потому что нервы они себе потрепят еще, когда они, вернее, тогда, когда они вырастут, потому что жизнь тяжелая, жизнь достаточно... Активная и сложная. Алла, еще буквально у нас полтора минутки до новостей, я хотела бы сказать, что очень часто, когда у нас есть спор по поводу времени встреч одного родителя, который отдельно живет, либо вообще по поводу места жительства, определения места жительства, очень часто ребенку проводится психологическая экспертиза. И, собственно, это тоже определенное действие, ну, тут зависит очень сильно от возраста, но это тоже определенное действие, которое оставляет отпечаток на детях, потому что в рамках этой экспертизы иногда и отношения с родителями, и в присутствии с родителями, и в отсутствии с родителями, как суд определит, как психологи решат. Соответственно, это процедура, которая не остается незамеченной для ребенка, а после 10 лет, когда ребенку исполняется более 10 лет, то суд должен учесть его вообще мнение, то есть вызывается ребенок в суд, там присутствуют нередко оба родителя, и мама, и папа, представляете, в какой ситуации он оказывается. Педагоги, психологи. Да, органы опеки и попечительства, и ребенку задаются определенные вопросы, в том числе, а с кем ты хочешь жить и так далее. То есть вот эти вот моменты, конечно... Да, и ребенок, присутший папой и мамой, должен сказать, что да, вот я хочу жить или с папой, или с мамой, что безусловно, конечно, ребенку, наверное, тяжело, поскольку ребенок любит и папу, и маму, и хочет жить и с папой, и с мамой. И когда вот такой выбор жесткий ставится перед ним, да еще присутствие большого количества народу, безусловно, это влияет на его психику и дальнейшую жизнь, я полагаю, что тоже. И, кстати, я хочу сказать, что далеко не всегда предсказуемо в такой ситуации, серьезной нервной ситуации, что вообще ребенок ответит. Тем не менее, я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем дела семейные. Телефон студии, мы в прямом эфире 65 10 99 6, код Москвы 495. Мы сейчас выслушаем новости 2 минуты, вернемся в студию обсуждать эти вопросы дальше. Мы продолжаем обсуждать сегодня семейные права, дела семейные, тема программы сегодня. Я также напомню, что мы находимся в прямом эфире 65 10 99 6, код Москвы 495. Это телефон, по которому можно сейчас позвонить и задать вопрос не только мне, но и моей коллеге адвокату Алии Минской, с которым мы эту тему в студии обсуждаем. Также можно написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права» и ваше мнение, ваш вопрос или вашу историю рассказать. Ну, а, собственно говоря, мы обсуждали, что в семейные, скажем так, в группу семейных вопросов входит много разных вопросов. Часть из них связана с детьми, это алименты, место проживания, порядок общения с ребенком, если родители проживают отдельно. Часть связана с браком. Но здесь, с одной стороны, есть, ну, по заключению брака редко бывают вопросы, откровенно говоря. Все заключают очень оптимистично и не нарушают закон при этом. Нас никто не спрашивает, заключать брак или не заключать. Хотя бы мы могли дать много полезных советов. Например, при заключении брака составить брачный контракт. Вот про брачный контракт и вообще, в принципе, про имущество супругов. Мне бы хотелось тоже более подробно, Алла, поговорить. Кстати, с брачным контрактом тут очень важный вопрос. У нас же до сих пор в стране не, по крайней мере, могу судить по тем людям, которых я знаю сама, и по клиентам, и по знакомым, друзьям, родственникам. Совершенно не принято брачный контракт. Не, ну почему, когда какие-то опасности... Вот когда опасности, да. Кредиторы бегают за одним из супругов. Да, за одним из супругов, то тут же составляется брачный контракт, и мы, в общем, помогаем в составлении контрактов и можем сделать так, чтобы контракт предусматривал максимальную защищенность одного из супругов от таких вот неблагоприятных ситуаций. Ну, я предлагаю, на самом деле, про брачный договор поговорить чуть позже. Сначала, в принципе, поговорить по вопросу имущества супругов, да, какое имущество является совместно нажитым, каким образом оно делится, и уже позже коснуться договорного режима, вот то, что регулируется непосредственно брачным договором. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москва 495. Ну, а для наших слушателей хочу просто некие тезисы, да, давай составим некие тезисы и скажем слушателям то, что необходимо знать. Во-первых, что является совместно нажитым имуществом? Что является? Или что не является? Совместно нажитым имуществом является все имущество, которое приобретено супругами в период брака на совместные денежные средства, ну, в основном. Далее, ну, за рядом исключений, которые, например, касаются имущества, которое принадлежало одному из супругов, и в процессе брака оно было значительно улучшено, и его стоимость значительно повысилась, ну, и ряд других случаев. Тогда это имущество может признаваться совместным имуществом. А что не является совместным имуществом? Не является совместным имуществом личное имущество супругов, то есть то имущество, которое им принадлежало до вступления в брак, а также имущество, которое было получено этими супругами по безвозмездным сделкам, таким как дарение, наследство. И я бы хотела обратить внимание наших радиослушателей, потому что довольно частый вопрос, который встречается. Вот один из супругов приватизировал на себя квартиру. И как эта квартира подлежит разделу, не подлежит разделу? Эта квартира не подлежит разделу, поскольку приватизация является бесплатной сделкой, и в связи с тем, что бесплатные сделки, по бесплатным сделкам имущество, если переходит к одному из супругов, то считается его личной собственностью. Вот буквально недавно у меня как раз такой вопрос был, связан с тем, что в квартире неприватизированы, проживали супруг и супруга. И когда зашла речь о приватизации, они решили все это сделать на непосредственно мужа, что и было произведено, между ними было высокое доверие и так далее. Но, к сожалению, так сложилось, что очень скоро после приватизации он умер. И, соответственно, ко мне пришла вдова спросить о том, нет ли там ее половины в этой квартире. Как раз ввиду унаследования выяснилось, что приватизация на одного человека не совсем отвечала их интересам взаимным, при том, что у них конфликта интересов не было никакого. И в данной ситуации выяснилось, что, конечно, ее доли там нет. Кстати, давай немножко вперед забежим, по поводу как раз выдела доли пережившего супруга, когда в семье один супруг умер, соответственно, что происходит совместно с нашим имуществом. Все ли оно, допустим, зарегистрировано того, кто умер. Имущество, как правило, регистрируется на одного из супругов, независимо от того, что оно приобретено в период брака. И если, не дай бог, один из супругов, на которого зарегистрировано имущество, умирает и оставляет завещание на каких-то третьих лиц, не на своего оставшегося живых супругов, то, безусловно, в данной ситуации он имеет право завещать только свою половину, потому что это имущество, даже если оно, как я уже говорила, зарегистрировано на этого супруга, оно принадлежит супругам поровну. То есть в данной ситуации второй супруг имеет право выделить свою супружескую долю, а дальше доля, которая принадлежала супругу, по завещанию уже наследуется теми лицами, в пользу которых написано завещание. Позволишь, на пальцах. У нас, допустим, в браке была куплена квартира и целиком оформлена на мужа. Купили квартиру, целиком за деньги нормально. В период брака. Телеком оформили на мужа, муж скончался. Соответственно, перед тем, как эта квартира будет среди наследников распределяться, неважно, по завещанию, по закону, вообще неважно как, перед этим жена имеет право получить сначала свою половину от квартиры, а наследники будут уже другую половину делить. То есть не вся квартира уйдет из семьи. Нет, только половина квартиры будет наследоваться. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москва 495. Можно позвонить, задать ваши вопросы. Обсуждаем мы сегодня дела семейные. Хотя, как мы сейчас проговорили, у нас к семейным делам относятся масса других. Это жилищные и наследственные вопросы. И у нас есть слушатель, который хочет задать свой вопрос. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Какой? Вот жена увезла к бабушке сына. Ему 11 лет. Вот мы хотим развестись. Вот как это все будет происходить? Вы говорите, что после 10 лет ребенок должен присутствовать на суде. Вот как это будет происходить? Или только родители будут решать, где будет находиться ребенок, с чем он будет? Вообще-то решать будет суд, если родители не смогли договориться. Нет, но я думаю, что надо сначала попытаться договориться мирным путем с женой, с бывшей, потому что ребенок все-таки это ваш общий ребенок, и ребенку нужен и отец, и мать. Но тем не менее, если вы не сможете договориться с женой в добром порядке, то в этой ситуации придется вам в любом случае обращаться в суд. И дальше уже суд будет решать вопрос о том, с кем будет проживать ваш ребенок, кто будет и когда с ним общаться. Будет в этот процесс привлекаться орган опеки и попечительства, который будет также давать свое заключение, исходя из того, что лучше для ребенка и что будет его интересным. Алла, на секунду перебью тебя, позволь сказать следующее. Дело в том, что, в принципе, к моему мнению ребенка суд должен прислушаться. Это означает, что ребенок должен рано или поздно оказаться в судебном заседании. Он не должен присутствовать от и до на всех судах, но в одном из судебных заседаний специально для того, чтобы выслушать его мнение. Я думаю, что суд обяжет, соответственно, вашу супругу или к тому моменту, может быть, уже и бывшую, но неважно, мать ребенка для того, чтобы она обеспечила его явку в суд. Это первый вопрос. Второй вопрос связан с тем, что когда вообще решаются такие моменты, а с кем же останется у нас жить ребенок, здесь достаточно важно, а вообще кто какое участие в его жизни принимал до того, как родители стали жить раздельно. Кто его водил в школу? Вот у нас Игорь задал вопрос, сказал, что его взяла супруга и увезла к своей маме. Ребенку 11 лет, он, очевидно, в школу ходит. Он что, посреди года школу меняет или как? То есть как это выглядит, насколько это в интересах ребенка? Есть ли там школа, куда уехали, куда перевезли ребенка и так далее. И нормально ли он учится в той школе, если он поменял школу? Если его лишили круга и вообще не добавил. Да, не хочет ли он вернуться в эту школу обратно? Ну вообще, честно говоря, Игорь, конечно, лучше было бы, если бы вы, как я уже говорила, мирным путем достигли компромисса по поводу того, как вы будете осуществлять родительские права с ребенком. Ну и другой вариант, я вам хочу сказать, что в суде, даже когда люди обращаются за разрешением подобных проблем в суд, ну очень часто в конечном итоге люди подписывают мировое соглашение, поскольку суд предпринимает все меры для того, чтобы закончить дела миром. И эти дела, в общем, конечно, правильно заканчивать миром, потому что надо думать об интересах ребенка и о том, каким ваш ребенок в дальнейшем будет и как повлияют вот все эти судебные дрязги и разборки на психику ребенка. Мы отвлеклись немного от имущества, но все-таки эту тему я хотела бы вот чем продолжить по поводу встречи с детьми и осуществления родительских прав при раздельном проживании. Вот в тех ситуациях, когда, допустим, один родитель, который живет с ребенком, категорически препятствует другому, с ребенком видится. Еще чаще всего они настраивают детей, чтобы дети тоже говорили, что они не хотят видеться, может, действительно не хотели. Другой родитель обращается в суд. Суд, если это родитель не наркоман, не пьяница, не асоциальная личность, с огромнейшей долей вероятности примет решение и какое-то время для встреч ему выделит. Дальше нужно будет это решение исполнять. Вот здесь всегда нужно немножко забежать вперед и подумать, а как, если вы добровольно не договорились, как вы будете его исполнять? Вы с приставом придете и будете из рук матери, например, или отца, возможно, в какой-то ситуации, вырывать плачущего ребенка? То есть как исполнять это решение? Здесь в данной ситуации нужно думать не только о том, чтобы получить решение, оно может остаться реально просто некой бумагой, которую вы положите себе на стенку и никогда не воспользуетесь. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня дела семейные. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, по этому телефону можно позвонить, задать вопрос. Мы сейчас выслушаем две минуты новости и после этого вернемся в прямой эфир. Мы обсуждаем сегодня дела семейные. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. У нас есть на связи наши слушатели. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел бы задать следующий вопрос. Вот у нас такая ситуация сложилась. Мы с супругой еще до свадьбы приобрели в ипотеку квартиру. И, естественно, выплаты происходят сейчас, в настоящий момент, когда мы уже стоим в браке. Я хотел бы узнать, могу ли я претендовать на эту квартиру, так как в документах на оформление. А скажите, на кого она оформлена? На ваш супругу? На супругу, на супругу. Ну, я бы со своей стороны ответила следующим образом. Если вдруг у вас прекратится по тем или иным основаниям будет расторган, например, брак, то единственное, на что вы могли бы претендовать, так как это имущество в собственность приобретено до брака, но тем не менее выплаты производились, часть выплат производилась в браке из совместных денег, то вы можете претендовать на компенсацию, половину, да, компенсацию в виде половины этих денег, которые за квартиру, вот эти платежи платились уже в процессе брака. То есть нужно взять все платежи, которые были произведены в браке, поделить их пополам, и по идее это та сумма, которую вы можете взыскивать с вашей супруги, если вдруг у вас встанет вопрос о разделе совместного нашего имущества. Ну, я так понимаю, что сейчас не стоит, вы спрашиваете абстрактно, но вот со своей стороны могу сказать, что я не вижу за вами оснований на признание права собственности на половину, например, АЛТК, ну или на какую-то другую долю. Нет, на половину, на половину нет, но я думаю, я полагаю, что на деньги вы имеете право вот на ту сумму, половину той суммы, которая в период брака была выплачена из совместных денег. Хотя... Ну, тут на самом деле есть еще практика. Практика судебная, хотя на самом деле, на самом деле попробую, ну если у вас такая ситуация возникнет, я не исключаю возможности, что практика может повернуться к вам лицом, и вы сможете... Я бы не стала на это рассчитывать, я хотела бы о другом сказать. Я хотела сказать о следующем. Дело в том, что в принципе, это как раз по поводу гражданского брака у нас на сегодняшний день. Вопросы очень часто возникают, когда стороны живут в гражданском браке, а официально свои отношения не оформляют, приобретают имущество, будет ли оно делиться. Вот здесь нужно четко сказать совершенно, что, конечно, такое имущество не будет делиться, за исключением в одной лишь ситуации. Если доказать, и такая судебная практика тоже имеется, что до приобретения какого-либо имущества стороны договорились, что это имущество поступает к ним в совместную собственность, они не находятся в браке, это просто два юридически чужих человека. В теории можно в какой-то ситуации произвести раздел, например, исходя из того, кто сколько денег на это имущество потратил. Но для тех, кто находится в гражданском браке и собирается какое-либо имущество приобретать. Все-таки достаточно такой серьезный, на мой взгляд, совет не производить эксперимент с судебной практикой, потому что она бывает разная, и решения могут вынести абсолютно разные. А просто с самого начала, если вы решили, допустим, купить квартиру, в браке вы не состоите, вы хотите, чтобы она была пополам, оформите ее сразу. Купите в долях, купите половину на одного супруга или пропорциональное количество денег, которое каждый из гражданских супругов затратил на приобретение этой квартиры. То есть она равна, не равна. Ну, как договорились, неважно. Как договорились, так оформляется. В долевую собственность, тогда у вас никаких проблем не будет, если у вас испортится отношение, вы будете расставаться, то у вас все равно ваша собственность останется при вас. 65 10 99 и 6, код Москова 495. Это телефон студии. Мы находимся в прямом эфире с моей коллегой адвокатом Аллой Еминской. Обсуждаем сегодня вопросы из семейного права. Алла, я предлагаю вернуться все-таки к имущественному, к имущественным, скажем так, вопросам по поводу раздела имущества. Мы изначально обсуждали, еще до новостей в предыдущей части мы обсуждали, что входит, что не входит в состав совместного имущества. Кратко напомню нашим слушателям, что все, что приобретено за деньги, условно говоря, в период брака. Но есть ряд исключений и тонкостей. Например, если все, что бесплатно получено одним из супругов в период даже брака, это дарение, приватизация, наследство, это не является совместно нашим имуществом. То имущество, которое принадлежало супругу до брака, оно тоже не является, как правило, совместно нашим имуществом, но может быть признан таковым. В случае, если какие-либо настолько капитальные вложения были в браке за счет общих средств произведены, то, соответственно, возможно, что оно тоже будет поддельно. Еще один момент хотел сказать. Иногда бывает, что люди находятся в браке, но уже давно разошлись, вместе не живут, фактически семьи нет. Но это надо доказать факт того, что супруги уже в это время не находились вместе и жили не вместе, и деньги, потраченные на это имущество, затрачивались тем супругам, на имя которого это приобретено. Поэтому, мне кажется, я бы хотела дать такой совет, чтобы лучше не рисковать. Либо брачный договор, либо расторгать себе брак. Да, да, либо брачный договор, либо расторгать брак, потому что, в противном случае, вы рискуете остаться без половины купленного на ваши деньги имущества без участия второго супруга. Итак, 6510-99, 6, код Москвы-495. У нас Алена на связи. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Добрый день. Могу я не по поводу имущества вопрос задать? Только из области семейного права, а так любой, конечно. Да, спасибо большое. Мы с мужем живем в гражданском браке как раз, у нас двое детей. И так получилось, что дети оформлены на меня только. То есть он не указан в качестве отца ни одного, ни другого ребенка. Да, да, да. Вот, ну, дети вместе появились, отец, ну, там были сложности с оформлением этого всего. И, ну, естественно, все бабушки, все родственники настаивают на том, чтобы мы срочно там оформили, ну, зарегистрировали брак, оформили детей, на что у них есть оба родителя, потому что, значит, ну, мало ли что. Ну, соответственно, у меня такой вопрос. Если со мной что-то случается, да, какие проблемы могут возникнуть у моего мужа, извините, связь прервалась. У нас, к сожалению, разорвалась связь. Сейчас нам выключат этот звук. Алена, если получится, вы можете еще раз дозвониться, продолжить у вас вопрос. Я думаю, что мы поняли уже вопрос и можем на него отвечать. На самом деле, я думаю, что если у вас есть еще бабушки, дедушки, наверное, с двух сторон, которые настаивают на вашем браке и которые хотят, чтобы у детей были оба родители, отец и мать, я полагаю, что особых проблем у детей не возникнет и у родителей, и у оставшегося родителя, у вашего гражданского супруга, также не возникнет. Я думаю, что он... Я бы хотела, Алла, на секунду перебьете, а вот смотри, не дай бог, я не хочу про конкретного человека говорить, про нашу слушательницу, но не дай бог в такой семье что-то с матерью случается, на сегодняшний день отца нет, дети вообще-то куда должны попасть у нас? Ну, дети попадают в детский дом фактически, но... Понятно, что отцу нужно будет бежать в суд, устанавливать отцовство, но это будет совершенно... Ну, в это время ничего, его подстрахуют бабушки и дедушки, я не думаю, что у нас органы опеки и попечительства, у нас такие звери, которые быстро будут хватать их детей и тащить в дом ребенка или в детский дом. В принципе, на самом деле, конечно, это лучше сделать до того, как, то есть зарегистрировать брак и, в общем, оформить отцовство до того, как с кем-то из вас что-нибудь случится, а лучше, чтобы с вами вообще ничего не случалось, чтобы вы жили долго и счастливо и воспитывали своих детей, как говорится, до пенсии, до пенсии. Да, и то, что у детей вроде как оба родители есть и прочее, прочее, от этого зависит вообще-то еще и наследственные права. Если что-то произойдет с отцом в данной ситуации, дети хоть наследовать будут. Не, ну почему? Ну, дети, ну хорошо, если с отцом что-то произойдет, они наследовать будут. Безусловно, они и так будут наследовать, потому что они установят факт родства и будут наследовать в любом случае, потому что сейчас такие экспертизы Так они посмертно должны будут. Нет, нет. Сейчас мы с тобой в спору пустимся, я думаю, что в рамках радио не нужно делать, но это достаточно сложная процедура. Кстати, между прочим, на самом деле, вот на сегодняшний день у нашего, у обратившегося, у него ситуация такая, что вот мать является матерью-одиночкой. И, в общем, на самом деле, как мать-одиночка, она тоже получает какие-то достаточно, в общем, немалые льготы, и она получает и какие-то денежные пособия дополнительные, и пользуется другими льготами. И, в общем, на самом деле, это не тоже как-то надо, ну, когда думать о том, как в дальнейшем поступать, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, поскольку, в общем, дотации государства какие-то одиноким матерям поступают. Ну, тут каждый, наверное, принимает сам за себя решение, но, тем не менее, с точки зрения, может быть, женщины и матери тоже, я бы сказала, что пока гражданский муж не возражает, и вам не нужно в суд идти устанавливать его отцовство, мало ли что, да. Здесь нужно все-таки более подробно все взвесить, и, возможно, имеет смысл оформить, соответственно, отца как отца, без всяких судебных процедур, но здесь действительно нужно взвесить многое. Я даже не про социальные пособия и льготы говорю. Некоторые матери не знают, как отцов лишить родительских прав. Я, кстати, сейчас вопрос зачитаю, который у нас на сайте размещен как раз про это, да, а в данной ситуации у нас можно его не оформлять, допустим, раз он пока не требует этого. Здесь реально нужно много всего взвесить. С одной стороны, это и наследственные права, потому что если у нас гражданский брак, если что-то случается с гражданским супругом, при том, что дети не оформлены, а на него, как его дети, собственно говоря, только через суд можно больше наследовать. А жена, соответственно, наследственно ничего не будет. Я как раз этот вопрос хочу прочитать с сайта. Елена спрашивает, следующий вопрос у нее. Сын 14 лет, с его отцом в браке не состояло. Ребенок записан на него в данной ситуации. Есть свидетельство об установлении отцовства. Совместно не живем 14 лет, отношений не поддерживаем, алиментов не получаем. Отец вел асоциальный образ жизни и случайно узнал, что осужден отец в 2011 году за убийство. Могу ли я лишить его родительских прав? Ну, откровенно говоря, свое мне не могу сказать. Я вообще не вижу, чтобы отец был отцом для ребенка. 14 лет ребенку, 14 лет он с ним не живет, осужден 2 года как. Я думаю, что у вас много шансов для того, чтобы обратиться в суд с иском о лишении родительских прав вашего гражданского бывшего супруга. И поэтому, если вам это нужно, то я бы попробовала бы это сделать. И я полагаю, что у вас это получится. Ну, по крайней мере, есть все основания. Потому что фактически родитель уклонился от исполнения своих обязанностей как отец на все 14 лет жизни ребенка. Да, и плюс еще сейчас получил, наверное, достаточно значительный срок. Наверное, до совершеннолетия ребенка он и не выйдет. Поэтому я полагаю, что, в общем, у него теперь и шансов нет никаким образом участвовать в воспитании и содержании ребенка. Поэтому я думаю, что суд пойдет вам навстречу и также с привлечением органов опеки и попечительства, которые тоже, наверное, не будут возражать. Ну, это стандартная процедура. По процедурам, Алла, нашим слушателям хотела сказать следующее. Вообще, что такое лишение родительских прав? Слушайтесь, да, лишение родительских прав, но не обязанностей. Ну, а в данной ситуации, например, отец, если, не дай бог, такая ситуация случится, тем не менее, не наследует за ребенком. Ну, а кроме всего прочего, алименты можно получать, а вот видеться с ребенком он требовать не может и так далее. И он не может требовать ухода, когда он станет престарелым пенсионером со стороны ребенка и не может взыскивать с него алименты на свое содержание. То есть он утрачивает все свои... Все, на что он имеет право, но ребенок сохраняет за собой. Нет, ребенок сохраняет абсолютно за собой право на алименты и право на другие какие-то... А что еще может? Какие еще права? Он может, кроме как алименты, атаковаться, кроме алиментов. Ну, тут наследственные видятся, вот то, о чем мы в самой первой части программы говорили. Ну, это да, только. Я не думаю, что он будет просить видеться. Я думаю, что на самом деле просто с этого отца уже требовать невозможно ничего. Достаточно жесткое тоже положение закона, раз уж мы заговорили об этом и о совершеннолетии. Изместо лишения свободы, что он там ему будет воплачивать? Не в этом дело, просто нашим слушателям хотелось сказать, что алименты точно до 18 лет, потому что есть, например, такое заблуждение, что пока в институте можно тоже требовать алиментов, пока ребенок хочется, точно до совершеннолетия ребенка можно требовать алиментов с другого родителя, который с ним не проживает. Итак, мы обсуждаем сегодня дела семейные. Часть вторая. У меня в студии находится Алла Яминская, адвокат, моя коллега. Телефон студии, так как мы находимся в прямом эфире, можно позвонить, задать вопрос. Итак, телефон 651099,6, код Москва 495, либо также сайт финам.фм, на страничку программы «Формулы права» можно написать ваш вопрос. Но у нас осталось буквально 15 минут после того, как мы выслушаем новости. Я думаю, мы все-таки посвятим их разделу на конец имущества, что пытаемся с тобой обсудить. И брачному договору об этом поговорим буквально через две минуты. Обсуждаем сегодня семейное право. У меня в студии Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Находимся мы в прямом эфире, поэтому еще расскажу. Телефон студии 651099,6, код Москва 495. Также можно вопрос написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формулы права». Мы все хотим к имуществу более плотно перейти уже в четвертую часть программы. Но все-таки вопрос с сайта один озвучу, потому что могу на него ответить только кратко достаточно. И, насколько я знаю, Алла тоже задает вопрос Юлии. Она озвучила следующий вопрос. Задам вопрос как раз по поводу заключения брака. Меня интересуют особенности заключения смешанных браков. Я гражданка РФ, он Хорватия, живем в России. Где можно заключать брак? И какие правовые последствия? Где-то слышала о лишении гражданства или необходимости принять гражданство супруга, или он моего. Заранее спасибо. Ну, а что могу здесь сказать? Заключить можно брак, собственно говоря, как в России, так и в любой другой стране. Но для вас, я бы сказала, более безопасно брак заключать в России, потому что тогда проще применять российское, если, по крайней мере, вы хотите применять российское право семейное, в том числе в отношении имущества детей и прочего, то тогда нужно заключать в России этот брак. В основном в смешанных браках, как правило, возникают вопросы, связанные с детьми. С детьми? Почему? С имуществом тоже. Ну, с имуществом тоже. Но с имуществом они как-то эти вопросы решаются. А вот с детьми они решаются плохо. Вот если взять эти последние случаи с Финляндией, с какими-то скандинавскими странами, когда забирают детей и дальше отдают их приемные семьи, и никто ничего сделать не может. Это невмешательство даже наших представителей и дипломатов. Тем не менее, все равно дети передаются, почему-то какие-то дикие совершенно истории рассказывают, что мама там, например, покормила ребенка пересоленной пищей. И поэтому маму отняли двух детей и передали их приемные семьи. Ну, какие-то фантастические просто истории. Поэтому, наверное, все-таки лучше находиться под юрисдикцией нашего законодательства и более разумно заключать брак, наверное. Я бы еще сказала по поводу гражданства. Я бы кратенько не слышала какой-то обязанности принимать гражданство. Возможность, наоборот, такая появляется. Обязанности не слышала. И в первую очередь хотела бы, наверное, посоветовать сначала подумать, а где вы будете жить, в какой стране вы будете жить, в какой стране вы будете имущество приобретать. Я так поняла, что хотят жить в России. Ну, я не поняла этого за вопрос. Тем не менее, неважно, где будет семья находиться, где будет в основном приобретать имущество, и уже из этого делать какой-то свой вывод. У нас еще есть слушатель Анатолий на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Подскажите, пожалуйста. Слышим я? Да, да, слушаем. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста. Значит, у нас ситуация такая с женой. Мы находимся в гражданском браке. У нас один ребенок в форме, ну, скажем, официально, родственство с вами подтверждено. А второй ребенок, он рожден до меня еще, от ЭКО. И у нас сейчас ситуация, мы расстаемся. Мне бы хотелось узнать, каким образом мне... Она собирается уехать, я живу в Москве, она собирается уехать в Ульянов. То есть достаточно далеко от Москвы. Мне бы хотелось видеться с ребенком, участвовать в его жизни, ну, и так далее. Вы сейчас говорите о том, который оформлен... Да-да, конечно. Что такое оформлен? Ну, я уже начала использовать бытаму. Выясняется отцом, зарегистрированным в качестве отца. Да, именно так. А скажите, а ваша гражданская, скажем так, супруга, она против того, чтобы вы виделись? Ну, пока нет, но я не знаю, какова будет дальнейшая ситуация. Сейчас, как бы, вроде бы все мирно. Заключите соглашение пока мирно. У нотариуса за удостоверьте. Да, вот что, то есть нам написать соглашение, в котором указать, какие... Анатолий, самая главная ваша задача договориться, вот откровенно говоря, да, ваша задача договориться, когда, как вы будете видеться с ребенком, с учетом того, что ребенок будет находиться в другом городе, сколько лет ребенку, да, будете ли вы брать его к себе или ее там на каникулы, а будете ли приезжать в город Ульяновск, соответственно, каким образом это все будет выглядеть. Может, вы будете приезжать сразу на пять дней, но зато один раз, да, вот в месяц или там в полгода. Я не знаю, как. Это ваша задача, в первую очередь, договориться. Как только вы договорились, дальше у вас есть два способа. Первый способ — обратиться к юристу, который вам напишет текст соглашения, и с этим текстом вы пойдете к нотариусу. Это один из вариантов. Второй вариант — пойти сразу к нотариусу. И тот и другой имеет, честно скажу, свои сложности. Почему? Потому что нотариус у вас будет на более стандартный какой-то свой обычный текст, скорее всего, по практике склонять. Они не очень любят экстравагантные всякие тексты, да, как бы. Но, соответственно, насколько вам это подойдет или не подойдет, неизвестно. Но самое главное, что вы должны не просто подписать это соглашение, но еще и удостоверить его нотариально. Иначе оно не будет никакой силы иметь, Анатолий. Да, Анатолий, еще вам нужно будет обязательно как-то решить вопрос с помощью, вашей помощью в воспитании и материальной помощи ребенку, поскольку... Алиментные вопросы. Это тоже, да, алиментные вопросы. Это можно одним соглашением. Это тоже, это можно, нужно будет вам тоже такое алиментное соглашение тоже с женой составить. И тоже не обязательно это делать в суде, можно это у нотариуса удостоверить. И я думаю, что если будут такие соглашения, то вы не будете нарушать алиментное соглашение, будете оказывать материальную помощь на содержание и воспитание ребенка. Я полагаю, что, возможно, ваша жена, если у вас до сих пор хорошие отношения, пойдет на те условия, которые вы ей предложите по участию в воспитании ребенка. Очень часто как раз одна сторона говорит, хочу видеться, хочу вот так-то часто в таком-то графике, другая сторона говорит, хорошо, но тогда алименты вот такие, да? Шутка с долей шутки, хотя это из практики все, но тем не менее это можно вообще одним соглашением все удостоверить у нотариуса и зафиксировать одним соглашением. Можно двумя соглашениями, как угодно, но сделать это одномоментно и в этом проблеме никакой нет. Вернемся все-таки к разделу имущества. Почему возвращаемся к разделу? Есть несколько важных моментов, которые мне очень хотелось бы нашим слушателям сказать. Это первый момент про срок исковой давности. Боюсь не успеть прямо этого сообщить, у нас четыре с лишним минутки от части программы осталось. Почему? Это достаточно важный момент. Когда брак расторгается, совершенно не обязательно одновременно ставить все вопросы, которые можно поставить. Это раздел совместно. Значит, имущество, алименты, место жительства детей, форма общения, встречи и так далее. Вот это все необязательно сразу делать, но... Получение содержания на неработающую спругу. Это все неважно. Я сейчас говорю про имущество, а три минуты осталось, хочу кратко. Просто хочу нашим слушателям сказать, этот вопрос можно поставить и позднее, после расторжения брака. Но существует такое жесткое понятие, как срок исковой давности. Этот срок составляет три года с даты расторжения брака. Дата расторжения брака, если брак через суд, точнее, расторгался, то с даты вступления в законную силу решение о расторжении брака. Если через ЗАГС, а у нас, когда нет детей, все согласны, можно через ЗАГС. Несовершеннолетних детей, естественно. Если через ЗАГС, то, соответственно, с даты свидетельства. Вот от этого дня отсчитываем три года. Не позднее этого срока нужно подать иск о разделе имущества. Только о разделе имущества. Это не касается ни алиментов, ни детей никак. Это только касается раздела имущества. Если вы пропустили этот срок трехлетний без всяких уважительных причин, а уважительные причины должны быть не на протяжении трех лет, а на протяжении последних полугода от этого срока, то вам суд может, только применив срок исковой давности, если такое заявление будет сделано в суде другой стороной, отказать в иске, и вы ничего не поделите. То есть вообще не сможете реализовать свое право на часть имущества. И по поводу брачного договора. Здесь тоже очень важный момент. Нередко брачный договор. Брачный договор можно заключить до брака, но он начнет действовать с момента брака. Можно в процессе брака. Брачный договор. Здесь очень важно. Есть масса тонкостей, которые в тексте этого брачного договора прописаны. Но для того, чтобы мы сейчас не обсуждали тонкости, это все-таки дело юристов. Хочу сразу сказать, очень часто брачный договор, который заключается уже в процессе брака и делит то имущество, которое стороны уже нажили, фиксирует, что, допустим, то имущество, которое на сегодняшний день оформлено за супругом, должно принадлежать супруге. Часто это недвижимое имущество. Люди заключили брачный договор и положили его на полку, а имущество не переоформили. Если вдруг один из супругов умер, то этот брачный договор во многих случаях не всегда. Здесь как раз есть юридические тонкости. Может прекратить свое действие. И тогда, если супруга, например, в нашей абстрактной ситуации не переоформила сразу на себя имущество, то оно будет вообще наследоваться среди всех наследников. Это очень важный момент, поэтому прошу наших слушателей обратить внимание, что если все-таки вы брачный контракт заключаете, и по брачному контракту уже сегодня вам должно перейти какое-то имущество, не ждите долго, а регистрируйтесь сегодня и приводите все в тот порядок, который в брачном договоре прописан. А ты вообще советуешь брачный договор заключать? Ну, в общем, мне кажется, брачный договор, где написано, что все мое-мое и твое-мое, можно заключить сходу. Но это шутка с долей шутки. Кстати, вот такого рода договор, как все мое-мое и твое-мое, можно оспорить по дополнительному основанию. Кабальная сделка. Ну, не кабальная, там есть у нас в Семейном кодексе специальные условия, которые позволяют... В народе называется кабальная сделка. Да, да. Ну, кстати, брачный договор может быть признан действительным и по общегражданским основаниям, и по этому основанию, когда очень неравномерно имущество распределяется. Поэтому, конечно, нужно очень вдумчиво над текстом договора... Заключить в течение тяжелых обстоятельств. Ну, не только тяжелых. Вот мое-мое и твое-мое, это как раз тот самый договор, который можно признать недействительным. Да, 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 который можно оспорить. Во всяком случае, оспорить его точно можно. Итак, я напоминаю нашим слушателям, что мы обсуждали сегодня вопросы семейного права. Со мной в студии присутствовала Алла Яминская, моя коллега, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. И, собственно говоря, ну, наверное, подтвержу то, о чем мы сегодня, по-моему, все четыре части говорили, что если есть возможность, да, если... Тем более, если речь идет о каком-то спорном моменте, нередко связанном именно с расторжением брака, и у сторон, ввиду их отношений и сложившейся ситуации, все-таки есть какая-либо надежда или возможность прийти к компромиссу и заключить соглашение, будь то раздел имущества, или любые правоотношения, связанные с детьми, то это нужно делать обязательно, потому что нередко исполнять решения, особенно в отношении детей, достаточно трудно. Итак, я напоминаю, что мы были в прямом эфире каждый четверг в 11.05. Формула права. Слушайте нас и оставайтесь с нами. Спасибо. Пащ.